всем привет и добро пожаловать в выпуск гласнот за неделю 15 2023 биткоин в конце концов преодолел уровень в 30 тысяч долларов и сегодня мы с вами посмотрим что стало причиной этого торговля с плечом фьючерсы опционы или все это из-за спот рынка на самом деле оба эти рынка всегда активны и присутствуют кроме того они взаимодействуют и связаны друг с другом но говоря в целом всегда есть что-то что является причиной вызывающие действия и сегодня мы посмотрим на целый набор данных чтобы разобраться что происходит а также разделим эти действия на компоненты что повлияло из рынка деривативов и спотового рынка чтобы понять что стало причиной этого ралли это определенно здорово видеть биткоин преодолевший 30 тысяч что нам дает более 80 процентов прироста с начала года делая этот год замечательным для оранжевой монеты мы также посмотрим с вами на то каким образом биткоин смог показать самые большие доходы с ноябрьского исторического максимума а также посмотрим на новую панель которую мы для вас подготовили а также на динамики которые стали причиной этого движения мы с вами посмотрим на открытый интерес в рынках фьючерсов и опционов наличие сделок с плечом чтобы задать тон тому что происходит в рынке также мы с вами посмотрим на ставки финансирования и спекулятивные премии опционов чтобы понять механизмы того куда направлены эти сделки с плечом так как одно дело видеть сами эти сделки контрактов другое дело понимать их природу и характеристики затем мы с вами переместимся и посмотрим на активность вунчейн сосредоточив наше внимание на другую часть уравнения со спросом и распространением а в завершении мы с вами посмотрим на коэффициент тренда накопления изучая нашу новую модель которую мы называем годовым коэффициентом поглощения в ней мы будем отыскивать креветок китов а также все виды других участников чтобы понять относительные изменения в объеме которые мы наблюдаем мы недавно выпустили отчет который называется объем креветок ссылка на который будет в описании который поможет вам во всем этом разобраться и как обычно я попрошу вас поставить лайк подписаться на канал поделиться ссылкой это нам очень поможет и конечно же если у вас есть какие то вопросы напишите их в комментарии мы поможем вам на них ответить перед самым началом мы хотим сообщить что только что выпустили отчет на портале с аналитикой нашего сайта гласнот он сделан для недели 15 где мы симулируем распродажу после вступившего в силу апгрейда шанхай это очень и очень важное событие для сети эфира для вашей информации мы очень детально изучили суть и природу стейкинга сколько вероятно будет продолжаться стейкинга мы их разделили в различные когорты то есть как долго они были валидаторами их размеры а также их рентабельность а также индивидуальны ли они или являются провайдером стейкинга итоговой целью этого упражнения являлось понимание распределения внутри разных когорт мы любим это слово вон чейн аналитики мы поговорим о различных когортах стейкеров а также будем пытаться выяснить являются ли они бинансом кракеном создали ли они депозиты ранее на этом цикле и вероятно быстрее освободят свои монеты также доли и доминацию индивидуальных стейкеров процесс эволюции провайдеров стейкеров поэтому это очень детальный отчет охватывающий стейкеров размера от индивидуальных до китов основной и конечной целью которого является разделение тех кто наиболее вероятно и в каком объеме вскоре получит свои монеты так что ищите ссылку на этот отчет в описании под данным видео я очень рекомендую вам это сделать особенно если вы интересуетесь в теме связаны с обновлением шанхай о котором было столько много спекуляций в плане того что какую силу продавца он может образовать что мы даже запустили целую серию моделей для этого и хорошая новость в том что вы можете сравнив эти модели понять что можно ожидать от обычной биржи так что как только мы выпустили эти модели у нас появилась возможность сравнить их друг с другом из повседневной ситуации сделав объективную оценку на этом графике мы видим типичный ежедневный приток средств на примере различных ситуаций потенциально ожидаемый максимум на что похоже обычная стандартная ситуация и наш наиболее аккуратный прогноз это действительно очень интересный отчет особенно для тех кому интересен апгрейд шанхай вокруг которого было очень много спекуляций он позволит вам очень хорошо все сгруппировать взглянуть на различные когорты и понять имеющуюся проблему и так переходя к нашему дэшборду он чейн анализа на котором мы видим результаты квартальных месячных и недельных движений цены для биткоина очевидно что начало этого года было очень выдающимся оранжевым здесь отмечены квартальные результаты то есть за последние три месяца у нас более 80 процентов немного захватывая апрель определенно это показывает результат данного года и последний раз когда у нас был такой результат квартального и даже здесь отмеченный синим недельный результат прироста последний раз так это в ноябре когда мы достигали исторических максимумов когда у нас цена так прирастала также хочу обратить ваше внимание вот на это посмотрите в октябре ноябре это мимолетные события когда мы начали с этого момента падать если вы посмотрите на 2019 у нас были аналогичные всплески. Но присмотревшись к забегу 2019-го, а также 2020-го и 2021-го, вы увидите, что они были под завязку. В эти периоды времени результаты были самые хорошие. Я имею в виду, что эти бычьи периоды были довольно продолжительными. Таким образом, вы видите, что эти три месяца были довольно последовательны. И сейчас мы с вами посмотрим, будет ли это продолжаться дальше в будущем. Наблюдаются ли такие хорошие результаты сейчас, и похоже ли текущее поведение больше на обычае. Или это были просто слегка растущие три месяца, после которых мы увидим обвал медвежьего рынка. То есть, в какой-то степени попробуем оценить то, где мы находимся сейчас внутри цикла. Двигаясь дальше, мы переходим к изучению рынка опционов и фьючерсов. Территория, где активно используется трейдинг с плечом. Но вы должны помнить, опционы и фьючерсы являются инструментами для хеджирования рисков. Так что это не только лишь чисто вознаграждение спекулянтов, хотя в этих рынках это значительно присутствует. Но главное, что мы посмотрим, насколько рынок сильно двигается под давлением происходящего в опционах и фьючерсах. Вот этот график имеет три компонента. В оранжевом это открытый интерес фьючерсов. Синим представлен открытый интерес опционов. Оба в долларах США. А красным представлен коэффициент между ними, то есть опционы, разделенные на фьючерсы. И как вы видите, этот красный график довольно активно растет. Это заметно с начала года, особенно после краха FTX. У нас наблюдался всплеск доминации опционов. Также вы видите, на этой неделе, особенно за последние несколько недель, опционы, представленные голубым, впервые обогнали открытый интерес фьючерсов. То есть активность деривативов на территории опционов происходит в гораздо большем объеме. Не будем на этом заострять внимание, но это впервые, когда активность опционов аналогично и даже больше, чем открытый интерес рынка фьючерсов. Активность во фьючерсах довольно горизонтальна, даже в июне и сентябре 2022. Уровни объемов очень похожи, даже несмотря на то, что цена сильно отличается. Особо здесь ничего не происходит, то есть рынок фьючерсов довольно спокоен. А эти два графика, потому что если у вас открыта позиция в один биткоин на фьючерсах или опционах, то она вызовет движение цены. Так как если у вас есть открытая позиция в один биткоин на 28 тысяч, она стоит 28, а если в 30 тысяч, то она стоит 30. Поэтому здесь цены, мы представили в виде биткоинов, что позволило убрать влияние цены монет. В итоге позволило оценить рост открытого интереса, как это было на последних стадиях 2022. А для рынка фьючерсов это было на протяжении многих месяцев после краха FTX. Многомесячное падение. А это изначальное падение, очевидно, из-за краха FTX, крупная торговая компания, которая больше не с нами. Но это был продолжительный даунтренд в общем объеме торгов фьючерсов с плечом. А здесь вы видите, как опционы становятся более предпочтительными для рынка трейдинга с плечом и хеджирования рисков. И по мере того, как биткоин восстанавливается снизу после краха FTX, вопрос встает следующий. Насколько открытый интерес был вызван спекулятивной покупкой опционов? Или же это было хеджирование рисков с помощью опционов? И для ответа на этот вопрос мы должны перейти на открытый интерес цены исполнения. Я сделал установку на 26 мая, то есть на будущие пару месяцев. И здесь в зеленом представлены колл опционы. И вы можете видеть, что существует гораздо больше активности колл опционов с точки зрения размещений, где активности не так много в сравнении с коллами. Так что люди покупают колл опционы. Мы видим вот этот кластер в районе 30 тысяч. Далее выше мы видим 35, 36 и даже 40 тысяч, что выглядит довольно спекулятивным. То есть люди спекулируют с точки зрения будущего, ожидая большую цену. А теперь я хочу посмотреть на конец месяца, конец апреля. Заметьте, что здесь у нас больше PUT акционов вместе, чем колл опционов. То есть в краткосрочной перспективе рынок довольно сильно настроен на шорты. Посмотрите 20 тысяч, 25 тысяч и несколько здесь в районе 40 тысяч для колл опционов. А теперь давайте посмотрим на конец года. Здесь мы видим колл опционы на 40 тысяч, на 50 тысяч, 65 тысяч. Поэтому основной вывод здесь мы можем сделать, что открытый интерес опционов в большей степени связан с колл опционами. Спекуляции на колл опционах. Но еще одна вещь, которая выглядит довольно здоровой в данной ситуации, заключается в том, что когда вы покупаете опционы, вы знаете свои риски. Вы покупаете гарантированный контракт. То есть потерять вы можете только то, сколько потратили на цену закупки. То есть опционы предоставляют более защищенный профиль рисков в отношении прибыли и убыток. Поэтому мы можем сказать, что большинство из них хоть имеют спекулятивное плечо, но не в такой степени, чтобы достичь ликвидации. То есть в сравнении с ликвидациями, которые мы наблюдали в 2022, эта ситуация выглядит более здоровой с точки зрения использования трейдинга с плечом. То есть буквально люди заходят в умеренный риск. При этом, конечно же, есть и маркетмейкеры, расположенные с другой стороны рынка. Но в любом случае, говоря в целом, это более здоровая форма использования плеча и общая структура рынка в сравнении с тем, что мы видели в 2022, когда люди делали ставки в рынке фьючерсов с достаточно коротким стоп-лоссом, в результате чего это приводило к значительным ликвидациям. Теперь мы с вами переходим к рынку фьючерсов и посмотрим, сколько там направленности. Мы видим здесь открытый интерес и очевидно, что он не нулевой, в отличие от низа, который был в 2021. Итак, какова спекулятивная премия на рынке фьючерсов? Здесь мы с вами видим ставку финансирования со скользящим уровнем за три месяца. Значит, это следующее. Это проценты, которые платят инвесторы или трейдеры, если она положительна для длинной сделки и отрицательна для короткой. Фактически комиссия за возможность использовать это плечо. И как вы видите, сейчас мы находимся на уровне 2 или 2,3%. Что по большому счету, если сравнить с манией 2021 года или даже историческим максимумом, то есть ставки, иногда достигающие на бессрочных фьючерсах, до 100% в год. То есть вам нужно платить 100% за год, как маркетмейкеру, чтобы открыть позиции шорт. А здесь эти 2% значит, что определенно есть отклонение в лонг. При этом это не самое экстремальное плечо, которое мы с вами наблюдали. Люди не лезли из кожи вон, чтобы зайти в длинные позиции в рынке. Так что, учитывая процентные ставки на рынке облигаций, например, ценные бумаги США, они выросли на 5%. Так что люди могут получать даже большие проценты, вкладывая деньги в денежные рынки. Так что это действительно определенно позитивно, но не экстремально позитивно. То есть мне это говорит, что нет огромного количества лонг-покупателей. Конечно же, они есть и будут ликвидированы. Но в целом это не экстремальное отклонение. Есть небольшое отклонение в положительную сторону, что на растущем рынке является нормой. Но, двигаясь дальше и посмотрев на ликвидации, мы можем увидеть эту большую красную свечу. Это ралли, начавшееся в январе, и было еще одно ралли до 28 тысяч, где мы с вами видим 64 миллиона ликвидаций по коротким контрактам. Но это довольно мелкая картинка. Мы смотрели на последний год, но давайте посмотрим на полный контекст. В рамках нескольких месяцев, и что мы здесь видим, так это то, что текущие ликвидации довольно мелкие по сравнению с тем, чем они были ранее. Здесь у нас были ликвидации на сотни миллионов долларов. В то время как здесь мы видим 64 миллиона. За этот значительный всплеск вверх. Таким образом, во многих отношениях это нам показывает, что фьючерсы по-прежнему будут играть какую-то роль, и, конечно же, и опционы. При этом данное ралли к 30 тысячам не складывает впечатление образования этих массивных лонг и шортсквизов. Да, немного их было, но они не являются основным движущим фактором. Теперь же давайте перейдем к спросу на рынке спот. И здесь ончейн аналитика представляется во всей красе. И здесь мы посмотрим на несколько вещей. Начнем с ончейн активности. Говоря в целом, когда мы наблюдаем большее распространение, это означает хорошие вещи. Больше людей заходит в сеть, больше людей узнают о биткоине, больше монет, больше транзакций, больше объемов. В целом, это хороший знак распространения. Но если вы давно смотрите наш канал, вы знаете, что мы любим использовать показатели импульса. Они прекрасны для анализа ончейн активности, поэтому мы будем смотреть месячный импульс в красном и сравнивать его с годовым в синим. Итак, слева у нас новые адреса. Это новые адреса, которые поступают в сеть и которых мы раньше не видели. А также мы используем объем перемещения, который приведен на количество участников. Это модель, которая использует самые чистые данные с точки зрения объема. И причина, почему я их использую совместно, в том, что если мы имеем новый адрес, на котором находится всего лишь 10 центов в биткоине, а, никого не волнует. Но если это новый адрес, у которого растет объем, и мы видим импульс, направленный вверх, вот здесь, а также мы видим растущий объем по перемещаемому объему, то это совсем другое дело. Это означает, что у нас есть активность не только с точки зрения количества пользователей, а также мы видим, что у нас есть активность с точки зрения роста объема. Так что у нас есть обе части этого пазла. Также у нас есть показатель оценки количества комиссий. Целый набор различных показателей. Но главное, что мы находимся в положительной зоне с точки зрения количества новых адресов. При этом также мы видим, что перемещаемый объем находится в процессе, он пока еще не достиг, но находится в процессе перехода в позитивный импульс. Так что оба эти показателя более положительны, чем отрицательны. Еще одну вещь, которую мы хотим увидеть, когда будет больше активности или больше спекуляций, в момент, когда люди начинают трейдить. Тогда доминация бирж начинает расти. Это естественно. Биржи становятся главными организациями, где люди покупают и продают монеты, а многие, а многие покупают, выводят и снова возвращают, чтобы продать. И на примере ситуации с FTX я лично думал, что будет больше людей, которые будут хранить монеты на своих собственных кошельках. Просто на всякий случай, если вдруг что случится с биржей. И это происходит. А здесь мы с вами видим количество транзакций. И как вы видите, у нас есть значительный рост точки зрения количества транзакций. И это очень положительный сигнал. Мы хоть и не достигли исторических максимумов, но уже к ним приблизились. Одной из причин, кстати, являются ординалс. В этом миксе причин. Но мы видим, что здесь у нас есть небольшой рост доминации, снятия и поступления средств. Доминация сократилась, но количество депозитов и выводов начинает расти. Так что хоть это очень ранние данные, это сигнал не негативный. А это значит, что процесс распространения продолжается. И в конце мы посмотрим на объемы бирж. Это объемы, которые поступают и уходят с бирж. Вот этот показатель недавно перешел на зону положительного уровня. Он пытается расти вверх, но в какой-то степени мы видим здесь колебания. И 2019 отличный пример. Помнить, 2019 был отличным примером целой годовой аккумуляции. Эти процессы никогда не идут по прямой. Но когда мы посмотрим на целую картину, мы наблюдаем аптренды и положительные импульсы. И по многим показателям они более положительны, нежели отрицательны. Далее мы переходим к следующему вопросу. Это реализованные прибыли и убытки. Мы посмотрим на два излюбленных народом показателя, которые я постоянно сам использую. Один из них... Один из них это СОПА, приведенный показатель, а также коэффициент реализованных прибыли и убытков. И оба они находятся на очень высоких уровнях. Во время бычьих рынков люди реализовывают прибыли, а во время медвежьих рынков это сделать гораздо сложнее. Так что, говоря в целом об этих индикаторах, и возвращаясь к бычьему рынку, мы наблюдаем в большей степени прибыльной активности. Монеты, перемещаемые по сети, обычно прибыльные, нежели убыточные. И наблюдая уверенное ралли снизу на 80%, и это нам дает сигнал того, что мы начинаем постепенно восстанавливаться. Еще на один момент нужно обратить внимание с СОПА, связан с тем, что мы обычно стремимся к ретесту этого уровня в один, который становится точкой поддержки. Во время медвежьих рынков, посмотрите, в восемнадцатом году уровень один обычно выступает сопротивлением. И это значит то, что во время медвежьих рынков единицы становятся переломным моментом для людей, которые тратят монеты. То есть, с психологической точки зрения, верните лишь мои деньги. Мне так плохо, и я так жду ралли вверх, что просто хочу вернуть свои деньги. Вот такая логика, и вот как образуется давление продавца, когда СОПА приближается к единице, так как люди просто забирают свои деньги из рынка, говоря, что я не хочу больше связываться с этим медвежьим рынком. И мы видим, что мы долгое время находимся под единицей, делая ретест, пока FTX не вызвал финальную капитуляцию. Но как только мы начали пробиваться и пошли выше, посмотрите на 2019-й. Очень многие люди с сильным посттравматическим синдромом, глядя на это ралли, говорили, а, все равно я продам в минус, наблюдая этот рост и наличие даже небольшого отката вниз, в который люди начинали паниковать и поддавались капитуляции. Они боялись, что это лишь очередной нисходящий верх. А я устал от наблюдения нисходящих верхов. Но посмотрите, что во время текущего рынка мы опустились ниже единицы. Мы, кстати, говорили об этом несколько недель назад. Это были короткосрочные держатели, купившие на локальной вершине. И долгосрочные держатели с предыдущих циклов. Поддавшиеся панике, на этом уровне 19 900, думаю, что мы пойдем намного ниже. Они продали себе в убыток, в результате мы отскочили в прибыль. Затем был еще один провал, и еще больше людей продали себе в убыток. Вот здесь, кто покупал на вершине. Это говорит о том, что очень много людей по-прежнему не уверены в том, что рынок восстанавливается. И несмотря на то, что биткоин уже достиг 30к, все равно есть люди, которые продают в убыток. То есть, мы здесь наблюдаем вот эту мясорубку, означающую, что во многих подходах рынок недостаточно верит в то. Это нам показывает то, что есть те, кто продают себе в убыток. Есть те, кто на этом зарабатывают. То есть, это какой-то микс. Но мы еще не зашли полностью на бычью территорию. Посмотрите на 2021-й. Одно бычье, и все зарабатывают. Повсеместные прибыли, и очень тяжело получить убыток. А здесь у нас все еще остается замес в непонятной ситуации. Теперь мы посмотрим на коэффициент между реализованными прибылями и убытками. Он не такой быстрый, как СОПА, но зато он более четко показывает крупную макрокартину. Посмотрите на 2019-й, где мы перешли на позитивную территорию буквально на одной свече. Я думаю, это было на день дурака в 2019-м. В момент, когда мы начали переходить на положительную территорию. У нас был первый пробой вверх. Мы видели, как люди теряли и капитулировали свои сделки на этом обвале в 19-800. Затем резко перевалили вверх, в прибыль. Так что важный вывод. Рынок умеет получать и реализовывать прибыли. Рынок пробивается вверх. И есть достаточный приток спроса, чтобы поглотить это давление продавца. Это важный вывод. И эта ситуация начинает становиться похожей на смещение характеристики. Мы видим, что прибыли снова заходят в рынок. Что не характерно для медвежьего рынка, когда мы только лишь падаем. Таким образом, это создает все больше уверенности в том, что, может быть, действительно происходит переход. И, конечно же, такие вещи не идут по прямой линии. Таким образом, должны быть готовыми к тому, что люди будут получать прибыли. Что в итоге приведет к переизбытку предложения. Это естественно. Наибольшая прибыль реализуется на вершине бычьего рынка. Так что в конечном итоге мы достигнем сопротивления. Но пока это больше выглядит как недоверие большинства инвесторов к тому, что сейчас происходит. И последнее, о чем мы поговорим, это отчет, о котором я говорил в начале. Я его называю «объемной раковиной креветок». Настоятельно рекомендую посмотреть, так как многие критикуют, указывая, что, смотрите, все биткоины сосредоточены в 1% кошельков. В итоге мы здесь разделяем все их на различные когорты. Креветки, киты, рыба. Разные группы. А также развенчиваем множество этих мифов. Данный показатель позволит нам понять, кто увеличивает свою долю в сети, а кто ее теряет. И то, что мы здесь делаем, называем годовой скоростью поглощения. Концепт следующий. Мы смотрим на все монеты, которые заработали майнеры за последний год. Это стандартная база. Для основы 900 монет, умноженные на 365 дней. Вот об этом объеме мы говорим. Если все эти монеты отойдут креветкам, то здесь будет 100%. Если они продадут эти монеты, по сути, это майнеры, которые продают данные монеты, плюс дополнительный объем распределения этой когорты креветок. Таким образом, как бы 200% монет должны будут найти нового хозяина. Итак, у нас здесь есть креветки, крабы и рыбы. Это все, кто имеют менее 100 биткоинов. И обратите внимание, что все они находятся на очень высоком уровне, достаточно близко к историческому максимуму. Креветки накопили 117% всех добытых за год монет. Задумайтесь на секунду. Все монеты, которые были добыты за последние 12 месяцев, были полностью поглощены креветками. Плюс еще 17%. Крабы поглотили 100%. Еще один целый объем майнеров. А рыбы около 17. И для такого большого количества монет, зная, сколько было добыто, задают вопрос, откуда еще остальные монеты. И ответ из фиолетовой когорты, являющейся китами. Киты распределили более 70% от объема, эквивалентного добытому майнерами. А остаток взялся от бирж. Этот значительный даун-тренд, который мы наблюдали в 2022 году, это на самом деле объем от бирж, которые закрывались. После событий FTX, после значительных ликвидаций, различными путями, монеты переходили из когорта китов, а также бирж, к более мелким инвесторам. И здесь есть интересный момент. Лично для меня это кажется ситуацией очень здоровой. Так как биткоин всегда являлся массовым событием. Он всегда был одним из тех активов, заточенный для розничного покупателя. И сейчас мы наблюдаем, как креветки и другие мелкие когорты. И кстати, если вы посмотрите на когорты, включая акул, то есть до институциональных объемов под 1000 биткоинов, к ним идут также объемы от китов. То есть повсеместно мы видим переход монет от более крупных когорт, таких как киты, а также бирж, к более мелким розничным покупателям, до институционалов включительно. С различных точек зрения это процесс распределения, идущий уже многие и многие годы, который также описан в данном отчете, так что в любом случае посмотрите. И в завершении, объединяя все эти идеи совместно, у нас получается показатель тренда накопления. Вот этот фиолетовый показатель, означающий ончейн кошельки, за исключением бирж, растет. Таким образом, объединяя все данные, о которых мы говорили в начале нашего выпуска, и мы видим, что произошло уверенное накопление в 28000. Это все спот. Образовался спрос на споте. Монеты по-прежнему попадают на биржи от китов, возвращаясь к этим более мелким держателям. Мы уже преодолели зону накопления после событий FTX, после краха Three Arrows Capital, коллапса Луна, и теперь находимся на этом уровне в 28000. И, конечно, люди также накапливали и на вершинах рынка. История никогда не может быть черной и белой, но наша задача объединить все эти истории совместно. И если мы вернемся к нашему изначальному вопросу этого выпуска, что является движущей силой, спот или трейдинг с плечом, то, похоже, трейдинг с плечом вымывается из нашей системы. А по данным ончейн, спот набирает силы все больше и больше. И похоже, что спот как раз и является этой движущей силой. После событий FTX, после всех этих ликвидаций, меня эта ситуация не удивляет. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам информация была полезна. Обязательно посмотрите на наш новый дэшборд, который мы только что выпустили. Показатель результативности цены биткоина, где мы можем смотреть результаты биткоина по различным циклам, связи с халвингом, сравнивать различные циклы, результативность дневную, недельную, месячную. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Так что, если у вас остались какие-то вопросы по данному выпуску, вы можете их написать и связаться со мной в комментариях. Удачи.